Добрый вечер. Давайте проверим нашу связь, качество моего голоса и звука. Если вы меня слышите хорошо, дайте, пожалуйста, ваши десяточки. Приветствую вас этим прекрасным зимним днем. Стало это уже нашей доброй традицией. Я уже третью неделю подряд с вами сейчас в режиме онлайн на нашей постоянной площадке вебинарной. И третью неделю подряд провожу сегодняшний брифинг. Сегодня регламент нашего мероприятия будет выглядеть следующим образом. Мы в первой половине этого брифля, с вашего позволения, проведу небольшой отчет по результатам нашей работы по итогам января месяца. Расскажу вам некоторые новости. В конце вас ждет от меня сюрприз, который мы для вас подготовили. И вообще сюрпризов сразу хочу сказать на будущее. Готовьтесь, ближайшие недели и месяцы будет очень-очень много. Поэтому наша компания будет стараться выполнять роль Деда Мороза не только на протяжении новогоднего периода, но и вплоть до лета, вплоть до нашего мероприятия в Санкт-Петербурге будет действительно очень много и сюрпризов, и подарков. Ну что ж, если вы меня слышите хорошо, тогда давайте мы начнем. Сразу перейдем к делу, к нашим новостям. Ну, как сказал уже наш многоуважаемый директор по работе с партнерами Ян Орлов, мы действительно закончили январь месяц очень хорошо. По правде говоря, закончили его намного-намного лучше даже, чем я себе это предполагал. Ну, вы знаете, что у нас декабрь месяц был технически сложным месяцем, потому что мы занимались переездом, да, и переезжали с одной платформы на другую платформу. Весь наш MLM-софт, который мы писали в течение прошлого года, был подготовлен как раз в канун нового года, и декабрь месяц как раз был тем месяцем, когда осуществлялась миграция. И вы знаете, что в обычной жизни переезд, да, хуже пожар, или как там говорят, вот, оказалось, что и в техническом плане тоже, вот, это безусловно дало о себе знать, потому что был некий такой адаптивный период, в течение которого наша сеть и вся наша компания привыкала и адаптировалась под новый софт. Ну, сейчас, я думаю, что по состоянию на 3 февраля, я думаю, что, наверное, вы все довольны, да, тем, как сегодня уже выглядит наше новое жилище, как выглядит сегодня наш новый дом. И если раньше мы жили, скажем так, в студенческом общежитии, вот, то сейчас, я думаю, что вы понимаете, что как минимум вы живете в элитной квартире, а я все-таки думаю, что это полноценный, удобный, комфортный дом со всеми удобствами, да. И выполнен он на самом высоком уровне, сделан там шикарный евро-ремонт, вот, поэтому я думаю, что это повод для гордости не только наш корпоративный, да, для корпоративного состава нашей компании, но и, наверное, для вас, потому что вы, наше сердце, сердце нашей компании, это сеть, наши партнеры. Я думаю, что вы, наверное, а также, как и вы, испытываете радость, счастье, комфорт и гордость за то, что вы являетесь собственником этого личного кабинета, который сегодня у нас функционирует. И, поверьте мне, без ложной скромности я могу вам сказать, что действительно на работу по этому проекту было потрачено огромное количество ресурсов и финансовых, и человеческих, и временных. Мы целый год писали этот софт, и днем и ночью наши программисты, разработчики, и для этого был выделен отдельный отдел в нашем IT-департаменте, был создан отдельный отдел, который занимался разработкой этого софта. И, поверьте, за этим софтом стоит очень большая и очень серьезная работа, люди, которые работали днем и ночью. Вот, значит, совсем недавно, на днях, я знаю о том, что у нас появился такой последний штрих в нашем новом доме, куда мы переехали, это то, что ждали партнеры с большим нетерпением, это визуализация бинарной структуры. И, наверное, вы смогли уже тоже оценить, как она выглядит, да, и, наверное, вам это так же нравится, как и нам, я надеюсь, как эта бинарная матрица, да, и бинарная структура, как она выплывает, как она открывается, когда вы нажимаете на какую-либо позицию, и под ней появляются вот в анимированном таком вот, значит, действии, да, появляются новые позиции, вот, то есть наш бинарчик, конечно, крайне симпатичный, вот, это очень современное и очень красивое решение. Я могу сказать, что вы действительно сейчас живете в очень красивом, красивом, современном, функциональном, умном доме, вот, или, если хотите, вы сейчас ездите на Rolls-Royce, вот, поэтому думаю, что данный дом, данная машина позволит вам чувствовать себя не только комфортно, но и станет для вас очень хорошим инструментом. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, дорогие партнеры, за ваше терпение и за вашу лояльность, когда вы ждали этого нового софта, и в конце концов мы это все-таки смогли реализовать, и сейчас мы наслаждаемся этими комфортными выходами, поэтому я благодарю вас за ваше терпение, за вашу поддержку, и мы нашими общими усилиями создали этот красивый большой дом, где нам теперь будет крайне комфортно и крайне уютно. Окей, значит, идем дальше, значит, тем не менее, по MLM-софту нам предстоит еще определенные вести работы, на этом мы не останавливаемся, будет еще, как я говорил на прошлых брифингах, новые фишки, новый функционал будет постепенно появляться, и он сделает еще более комфортным ваше пребывание в этом личном кабинете. Но то, что вы видите, нужно понимать, это же не вопрос только визуального решения, то есть вы видите только верхушку айсберга, а за ним, под капотом, на самом деле, стоит очень мощный, серьезный и профессиональный движок. Создать такой MLM-софт не всем под силу, и сейчас мы говорим не только в отношении финансовых ресурсов, это дорогостоящее удовольствие создать такую ракету, которую можно будет полноценно запустить в космос, это не только вопрос денег, это еще и вопрос компетенции. Найти такую команду, которая могла бы сделать, создать такой двигатель, это действительно очень сложный, такой компетентный вопрос. И мы благодарны нашим сотрудникам и нашим специалистам, которые смогли это реализовать. И, как я сказал, мы на этом не будем останавливаться, появятся еще и всевозможные аналитические инструменты в нашем личном кабинете, и вы сможете пользоваться этими аналитическими инструментами для контроля и развития вашего бизнеса. Поэтому, знаете, если бы мы имели в нашей MLM-индустрии некий Оскар, некую церемонию такую, которая могла бы признавать деятелей MLM-индустрии, и если бы была бы номинация «Лучший MLM-софт», «Лучший личный кабинет MLM-компании», я абсолютно уверен в том, что мы бы в этой номинации победили. Потому что у нас «Лучший софт 2015-2016». И мы будем работать над тем, чтобы он всегда был современным, всегда отвечал самым последним требованиям. Окей. Двигаемся дальше. Значит, что у нас еще хорошего? Как я сказал, мы действительно закончили в отличном состоянии январь месяц, намного лучше даже, чем мы себе это представляли, потому что мы понимали, что если декабрь месяц, он был сложным из-за технических нюансов, связанных с переездом на новую платформу, то январь месяц, он в принципе традиционно для русскоязычных стран крайне сложный. И все компании, и не только MLM-ные компании, а вообще весь бизнес-сектор всегда страдает в январьский период, может быть, кроме туризма. Туристический сегмент себя чувствует в январе хорошо. Почему? Потому что никто нигде не работает, все пол января отдыхают. В России так вообще официально пол января выходные, и никого нет вообще в бизнес-процессах. Все на работу выходят после 15 января. Я думаю, что в странах СНГ плюс-минус такая же ситуация. Мы все любим Новый год, и мы все используем этот период для того, чтобы устроить каникулы семейные. И в школе, и на работе дают выходные. Поэтому мы и ожидали от января месяца намного меньших результатов, потому что мы понимали, что половина января страны наши не работали. Мы сами тоже были, скажем, в отъезде. Мы были в Дубае, многие тоже использовали, как я и предполагал, поездку в Дубае для личного отдыха, что тоже хорошо. Мы стараемся разнообразить географию наших событий таким образом, для того, чтобы вы еще и посмотрели мир вместе с вашими семьями, детьми, могли попутешествовать и совместить полезность с приятным. Поэтому я знаю, что многие приехали туда с мужьями, с женами, с детьми в Дубае, и смогли совместить конференцию нашу, деловое мероприятие, и также личный отдых. Это здорово. Но так получилось, что январь месяц у нас оказался намного раза в 3 или в 4 раза больше, чем мы себе это предполагали. Это здорово. Я хочу еще раз поблагодарить костяк лидерский нашей команды и всех наших партнеров за концентрацию, за то, что вы умеете хорошо отдыхать, за то, что вы умеете хорошо работать и концентрироваться на том, чтобы вы очень быстро мобилизовались после дубайского мероприятия и смогли на очень хорошем уровне закрыть январь, январский период. Я думаю, что вы, наверное, отметили тот факт, что мы продлили на 2 дня коэффициент по юнитам Планет Пасс. Надеюсь, что наш этот шаг с вашей стороны будет оценен, и вам это как-то помогло. Мы долго не решались это делать, потому что наша программа была запрограммирована до 31 января, но поступало огромное количество заявок с очень убедительными просьбами приурочить это все-таки на полторы сутки, продлить для того, чтобы во вторник в 12 мы могли это закрыть одновременно с периодом. Проведя техническое собрание, попросив специалистов, мы, поняв, что мы можем технически немножечко сейчас видоизменить это решение, мы поняли, что окей, хорошо, технически это возможно, люди очень просят. Но, конечно, мы не стали это продлевать на неделю или на 2 недели. На полторы сутки мы продлили, и я знаю, что многие этим смогли воспользоваться и получили свои паки с наибольшим наполнением. Конечно, и, кстати, я поздравляю тех, кто теперь навсегда вошел в историю, как человек, получивший максимальное количество по этим юнитам. Но давайте к этому еще чуть позже вернемся. Итак, мы получили очень хороший оборот за январь, я вас с этим поздравляю. Значит, также мы начислили на днях, сделали начисления, уже очередные начисления по Пьеру и Савичу. Они небольшие, но, как я всегда говорил, мы всегда будем действовать по четкой формуле. Есть реальный оборот, есть реальный процент, который мы оттуда выплачиваем. Соответственно, мы будем желать и дальше успехов нашим лидерам, по которым мы выплачиваем вот эти вот, делаем начисления. Это и Пьеру, Мартину и Сергею Савичу. Тем не менее, мы эти начисления со стороны компании выплатили, совершили, и наши обязательства здесь очередные, ежемесячные, закрыты. Теперь я перехожу к третьему моменту, касательно выплаты юнитов Pushme. Значит, как я вам и говорил на наших прошлых собраниях в этой комнате, мы с января месяца начинаем выплачивать уже боевые, да, говоря техническим языком, IT-специалисты любят такой термин, боевой. Мы начали делать боевые выплаты. Что такое боевые выплаты? Это уже полноценные, реальные выплаты с реального оборота. Прошлый год мы пытались это сделать, но не сделали, поэтому мы осуществили такой компенсационный, да, как бы сделали начисление. Вот. В этом месяце я сказал, что вне зависимости от оборота, он у нас будет, этот рабочий боевой оборот, вне зависимости от этого оборота, мы еще добавим 50 тысяч долларов к этим начислениям. Вот. Это, считайте, еще один подарок, да, в числе того, что мы задержались. Я сказал, что, конечно же, эти выплаты, поскольку они уже боевые и реальные, они будут, конечно, осуществляться на баланс, на баланс, который, соответственно, можно использовать. И делать трансферы. По этим начислениям я хотел бы сказать следующее. У меня, конечно же, есть точная цифра, сколько у нас стоил, в кавычках, да, стоил один юнит, вот, потому что юнит у нас, конечно же, не имеет реальной цены, он всегда привязан, ну, к реальным оборотам. Я думаю, что эта формула вам уже понятна и знакома. Вот. Мы посчитали количество реальных, значит, значит, трансферов. Проданных продуктов. Пока у нас продается, в январе месяце продавался только клауд, да, мы сейчас готовимся к запуску новых продуктов, это и стикеры, вот, и другие наши направления. Значит, по клауду ситуация у нас в январе была какая? Мы их посчитали, мы увидели оборот, мы добавили к этому обороту, значит, 50 тысяч долларов, и у нас получилось то, что получилось. А что у нас в итоге получилось? У нас получилась крайне интересная ситуация, на мой взгляд. Я знаю вот эту вот цифру одного юнита, да, один юнит весит определенную стоимость. И люди, которые владеют пушми юнитами, на мой взгляд, в январе месяце получили хорошие начисления. Да, скажите мне, пожалуйста, насколько, ну и только искренне, да, насколько вам понравилось, вообще понравился факт начисления, что это уже боевой оборот, реальные, боевые выплаты, да, реальные выплаты. Вот, может быть, кого-то не устроило, там, я не знаю, может быть, кто-то ожидал каких-то пирамидальных выплат, да, как это происходит в некоторых каких-то финансовых пирамидах. Но я всегда повторял о том, друзья, что мы не финансовая пирамида, не надо нас путать, значит, с компаниями, которые ведут агрессивную политику, там, по каким-то пассивным программам пассивного дохода. Мы вполне экономическая, значит, компания с экономической схемой, у нас есть реальный товарооборот, мы когда не могли выплачивать, мы это не могли выплачивать, когда у нас не было оборота, мы не выплачивали, вот, не пускали пыль в глаза, сейчас у нас есть реальный оборот, и мы делаем реальные выплаты. Вот, и мы всегда так будем делать, мы всегда будем делать. У нас не будет, может быть, каких-то, знаете, там, падать смес золотых гор по этим пассивным выплатам, но зато вы точно знаете, что это надежно, это выплачивается не с воздуха, да, не с вновь, там, каких-то там поступающих, значит, волны проплаты людей, вот, новых продаж. Это происходит с четкой формулой, есть объем проданного продукта каждый месяц, с этого объема мы 10% выплачиваем всем юниты держателя по пушми, в данном случае мы говорим про юниты пушми, да, вот. Поэтому здесь хотелось бы отметить два, что мы, во-первых, сделали то, что мы обещали в январе месяце, факт выплат, он состоялся. И второй момент, на мой взгляд, величина этих выплат даже оказалась существенно выше, чем даже я это предполагал. Когда мне сообщили технические специалисты о размере этих начислений, я даже сам сказал, ого, вот, то есть, это хорошо, друзья мои, это очень хорошо, такой, ну, как сказать, эмоциональный, да, вот момент, когда мы это заслужили, друзья, мы это заслужили. И вы, и мы, я на самом деле за вас, может быть, даже рад больше, чем вы, вот, потому что, может быть, вы еще даже не понимаете, что происходит, это же прецедент. Не надо сейчас думать, что за месяц, за два мы на каких-то вот этих пассивных начислениях станем какими-то долларовыми миллионерами, нет, здесь гораздо важнее понять, что работает система, да, что этот механизм функционирует, вот эта вот экономическая формула, здоровая формула, которая строится на базовых экономических принципах, да, которая строится не в ущерб компании, не в ущерб здоровью компании, да, то есть, вот это важно, вот это важно, что начал работать этот механизм, вот. Остается нам сейчас пожелать здоровья компании, топ-менеджменту, да, всем нашим партнерам, чтобы мы увеличивали оборот продаваемых наших, значит, продуктов, вот. И, соответственно, чем больше, как вы понимаете, будет оборот продаваемых продуктов, тем больше, соответственно, будут эти выплаты. И, вы знаете, я, после того, как мы сделали начисление, я получил огромное количество звонков, писем, смс, сообщений в разных, на разных площадках от вас, дорогие друзья, от вас я получил очень много сообщений. Сообщения носили такой, знаете, ну, прям лавинный характер, все благодарили. Честно говоря, я даже не ожидал, что будет так много, будет такой эмоциональный отклик, что будет так много писем с благодарностью, с эмоциями. Почему не ожидал? Потому что, ну, как, для нас это же рабочий момент, то есть, мы сказали, вот, взяли на себя обязательства, мы сказали, что в январе уже точно, мы видим, что уже запустились наши платные продукты, мы продаем клауд, хранилище, пакеты, и начали, мы понимали, что уже январь будет первым местом начисления, да. Поэтому для нас это была такая рабочая ситуация, мы выполнили свои обязательства, ну, как бы начислили, начислили, идем дальше, уже февраль месяц, а тут у вас было очень много эмоций. Я знаю, что они связаны с тем, что вы работали под давлением рынка, я это понимаю. Вы работали под давлением каких-то негативных оценок со стороны рынка, ваших друзей, знакомых, родственников, или людей-пессимистов, которые говорили, да, ничего не будет, да, ничего не будет, выплачено. Ну, в общем, вы знаете, да, не мне вам рассказывать, вы знаете, как рынок умеет давить. И вообще, вы знаете, когда ты занимаешься бизнесом, да, когда ты пытаешься изменить этот мир и свою жизнь, тебе всегда будут люди что-то говорить. Всегда будут говорить, и даже самые близкие люди, родственники, семья могут давать какие-то негативные оценки вашей деятельности. Поэтому я понимаю, что ваша эмоциональная вот эта вот реакция положительная, да, там чуть ли не до слез люди писали, вот, она связана с тем, что это все-таки состоялось. Вот этот прорыв эмоций, да, вот, это, конечно, связано с тем, что вот на вас давили, 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 говорили, да не будет ничего, да ты увидишь, что не будет ничего, да вас поимели, вас обманули, да, тра-та-та-та-та-та-та. Извините за сленг, вот, но так и было, да, то есть, ну, надо вещи называть своими именами, вот, и когда это произошло, я понимаю, какое эмоциональное состояние, да, камень с души, на сердце полегчало. Еще и размер выплат оказался хорошим, да, то есть, очень хорошим. У кого-то там 50 долларов начисления, у кого-то там 30 долларов начисления, 70 долларов начисления. Я знаю людей, у которых начисление 100 долларов, 110, 120, 130, 150, и даже за 200 у некоторых ушло. Друзья, я очень рад за вас, честно говоря, я сам хочу быть таким вот, знаете, когда я был дистрибьютором сетевых компаний, когда я был партнером сетевых компаний, мне так не хватало честного отношения к нашей сети, к нашей дистрибьюторской работе, к нашему брату-дистрибьютору, да. Мне так не хватало какой-то заботы, открытости, да, со стороны компании, чтобы компания выполняла свои обязательства. Даже когда она не выполняет, чтобы она выходила и не счастнялась, и не пряталась, не уходила куда-то, да, там в подполье, а говорила, ребят, блин, ну вот, там, не получилось нам сделать это там в этот месяц, ну вот, подождите еще месяц, вот, мы уже запускаемся, вот, простите, извините. Никогда не было такого. Нас всегда ставили перед фактом, говорили, это будет теперь вот так, теперь это будет вот так, всегда это все пролонгировалось, точнее, перекладывалось на полгода спустя, там, да, на год спустя. У нас, у нас, на мой взгляд, да, я думаю, что вы тоже это смогли оценить, ситуация кардинально другая, кардинально другая. Мы с самого начала с нашим вице-президентом, с Ренатом Мансуровым и со всеми нашими топ-лидерами, да, со всем нашим топ-менеджментом приняли для себя решение. Мы хотим строить компанию мечты, и если мы хотим построить самую крутую компанию во всех отношениях, то есть и по результатам, да, и по атмосфере, по модели, по уникальной модели, то нам нужно базироваться на вечных ценностях. Мы хотим делать этот бизнес с любовью, мы хотим делать этот бизнес с открытым сердцем, и мы хотим этот бизнес делать честно, чтобы не было стыдно нам, нашим родителям и нашим семьям за то, что делаем мы, да. Мы прожили прошлый год настолько урожайный, настолько победоносный, но в то же время настолько тяжелый, да, потому что это был первый год, когда мы были никем, а, о, кстати, вот, да, пишут у Жумобике, там, 415 долларов на начисление. Я не знаю, кто такая Жумобике, может быть, мы встречались, но вас много, прошу прощения, может, не всех я запомню. А, кстати, Убасын, где Убасын, дайте мне цифры по Убасын. Поздравляю с Жумобике, вот, 415 долларов, это вообще очень крутое начисление. 777, это что, это начисление Убасын, или что, это номер 1? Да, пишет Астана, 777. Фантастика, фантастика. Я поздравляю нашу мисс, значит, промо-пак, вот, с тем, что она сейчас стоит в наших рейтингах по доходам, по юнитам на первом месте. Вот, видимо, Жумобике у нас, наверное, на втором месте. Друзья, я еще раз хочу сказать, для нас для всех это очень приятный эмоциональный момент. Наконец-то мы дожили до этого времени, да, вот, нам понадобился год, по сути, это тоже немного, тоже немного. Другие ждут 2-3 года. Я знаю компанию, где партнерам обещают золотые горы уже 6-7 лет, и они до сих пор ничего не получают. Вот, поэтому, друзья, я вас от всей души поздравляю с этим. Я вас благодарю, друзья, благодарю за ваше терпение, спасибо, что среди вас нашлись люди, которые не просто нам поверили, а которые понимают, что управлять такой большой компанией – это большая ответственность. И мы каждый день, поверь мне, каждый день работаем над тем, чтобы сделать нашу компанию мечты лучше и лучше. И мы постоянно думаем над тем, чтобы выполнять свои обязательства, взятые перед вами на 100%. И я вам предельно благодарен, особенно той части нашей партнерской части, которая даже в самые сложные моменты нас поддерживала, которые, ну, просто, знаете, даже по-человечески писали и мне, и Ренату, и многим нашим лидерам какие-то слова там поддержки, и сказали просто, вот, мы знаем, что не всегда все получается вовремя, но мы с вами. Вот, я предельно вам за эту поддержку благодарен, потому что, поверьте мне, это самая, самая большая для меня мотивация, это самая большая для меня оценка нашей деятельности. Знаете, деньги, безусловно, мы зарабатываем деньги, мы делаем бизнес, мы занимаемся предпринимательством. Но мы не случайно занимаемся именно сетевым маркетингом, потому что мы любим сетевым маркетингом за ту семью и за те ценности, которые мы имеем, и мы имеем возможность именно в этом бизнесе эти ценности сохранить. Потому что в традиционном бизнесе, к сожалению, если ты хочешь зарабатывать, ты вынужден распрощаться с этими ценностями. Там, если не обманул, не заработал, не подставил, не заработал, не сожрал кого-то, да, не задавил кого-то, не заработал, здесь все наоборот. Здесь, помогая людям быть лучше и зарабатывать больше, мы способны зарабатывать больше. И поэтому мне нравится, что есть часть партнеров, которые понимают, что они есть пушми. Вот есть люди, которые говорят «я» и «пушми», да, ну сейчас мы уже даже не совсем пушми, уже переименовались, да, кстати говоря, сейчас об этом тоже поговорим. Но, тем не менее, есть люди, которые занимают позицию «я» и «пушми», да, а есть люди, которые занимают позицию «я» с «пушми», это уже лучше ситуация, да, это лучше позиция. А есть схема, есть позиционирование, когда люди говорят «я» и «пушми», или по-английски это звучит «I'm pushми», да, «я» и «пушми» – это раздельные вещи. Я не с «пушми», а я и есть «пушми», я и есть эта компания. И если ты не веришь в эту компанию, значит, ты не веришь мне. И были такие люди, были такие, которые так позиционировали себя и говорили, если ты обвиняешь компанию «пушми» в каких-то там обманных обещаниях, значит, ты прежде всего должен понимать, что «пушми» – это я, значит, ты не веришь мне. И ты не подозреваешь в том, что я нечестен. Поэтому, друзья, я вам благодарен за то, что вы в полях, да, и в сражении с, ну, с виртуальным, скажем так, врагом. У нас, конечно, нет прямых врагов. Ну, такие вот наши неудачи, проблемы, которые всегда встречаются на пути нашего развития – это наши виртуальные враги. Вы с этими врагами достойно сражались. Достойно, самоотверженно. Почему вы это делали? Потому что вы чувствовали тыл в нашем лице. Мы готовили снаряды и подбрасывали снаряды. И мы, поверьте, я вам могу только обещать одно, что мы и дальше в нашем цехе будем готовить для вас самые лучшие, самые лучшие инструменты для того, чтобы мы, мы снастили вас самыми лучшими, самыми лучшими инструментами, которые позволят вам эффективно завоевывать мир. Спасибо вам, Шоя, за это доверие. И, вы знаете, вчера мне пришло письмо, которое меня тоже, конечно, тронуло. Помимо всех сообщений в личных чатах, в мессенджере, в социальных сетях писало много людей, и не только русскоязычных, и наши зарубежные партнеры писали. Но я хотел бы зачитать письмо одного человека. Я не знаю, имею ли я право назвать ее имя, если она увидит, узнает свой текст. Она узнает, безусловно, свой текст. Если она захочет и разрешит, я, конечно же, назову ее имя. У доброго времени суток, Рустам пишет, значит, вот эта девушка. Извините за беспокойство, но у меня неизмеримое чувство благодарности к вам и к вашей деятельности. От всего сердца благодарю вас, сдержанное слово, за откровенность и за отношение к партнерам нашей компании. А также огромная благодарность за уникальную возможность, которой можно воспользоваться и помочь другим. С вашей помощью я могу гордо сказать, я занимаюсь сетевым маркетингом. Я партнер самой лучшей компании «Три восклицательных знака». И действительно, мне не стыдно за продукт нашей компании. А быть совладельцем наряду с вами – большая честь. Сегодня партнеры моей структуры плакали от счастья, они искренне радовались тому, что однажды поверили мне и нашей с вами компании. Из их головы ушли всяческие сомнения. Сегодня особенный день для меня, радость которого хотелось разобреть вместе с вами. Еще раз огромное спасибо за компанию «Мечты». Вот так написала эта девушка, знакомая и очень близкая для нас девушка, которая сегодня возглавляет структуру, возглавляет фактически даже целый город сегодня на ней. Да, Валюша, это Валя Пьянкова, вот она дала добро. Спасибо тебе, Валюша, наш сети-менеджер из Алматы за твои добрые слова, за твою поддержку. Я рад, что мы все дождались этого момента и теперь мы входим в Новый год. Вот мы 24 января отметили ровно год с момента начала деятельности нашей компании, с момента первых регистраций. С момента первых регистраций. И теперь у нас фактически, ну сегодня уже там первая неделя нашего второго года. И мы замечательно отметили годовщину нашей компании. Замечательно. Еще раз всем спасибо за ваше терпение и за ваше доверие. Я вам безумно-безумно благодарен и признателен за вашу веру в нас, за веру в нашу компанию, за веру во всю нашу команду. Обещаем, что и дальше будем очень много прикладывать усилий для дальнейшего развития. Окей, давайте перейдем тогда дальше. Значит, ну раз у нас хороший месяц, то безусловно у нас в этом месяце с хорошим оборотом есть еще и хорошие чеки. Я не буду сейчас называть эти цифры. Я лишь скажу сейчас и поздравлю с вашего позволения десятку чеков по итогам января. Я называю, значит, места в хронологическом порядке, вот, поэтому если вы рядом сейчас будете с этими людьми, толкните их по плечу, скажите, ай, какой ты молодец, обнимите их, поцелуйте. В общем, все, что будет уместно и удобно сделать это по отношению к этим людям. Итак, первое место по итогам января у нас занимает, и наконец-таки это случилось, вот, первое место по итогам января у нас занимает Ирина Шлотова. Отлично была проведена работа в январе месяце, и, конечно же, отдельная благодарность ее команде, лидеров. Я знаю, как работали последние дни, недели и даже часы и Лиля, и Рима, и Бишкек, там, и Шенкент, и многие другие команды. Молодцы, ребята, девчата, вы супер, и Ирина молодец, потому что результат ее большой работы, а вот Ирина на первом месте в нашем рейтинге. Браво. Значит, второе место нашего рейтинга в январе это Улпан Кабишева. Ну вот Улпан, давай подтягивайся, не всегда видишь, на первом месте ты будешь... Значит, третье место теперь у нас принадлежит, и это тоже, кстати, замечательный момент, нашему дорогому другу и нашему соплемене, теперь уже, который так как вихрь ворвался несколько месяцев назад в нашу компанию, и сегодня является уже такой культовой личностью для нашей корпорации. Сергей Савич занимает третье место. Сергей и Алиса, поздравляю вас с этим потрясающим результатом, и, конечно же, благодарность вашей команде за прекрасную работу по итогам января. Сергей, Алиса, браво. Четвертое место занимает у нас Лиля Шаповалова. Большой ей привет и поздравление. Еще раз говорю, Лиля в последние дни и часы самоотверженно боролась за этот результат. Вера Баулина находится на пятом месте. Значит, Санкт-Петербург, как всегда, занимает лидирующие позиции. Санкт-Петербург сейчас готовится параллельно еще и к приему нашего следующего мероприятия, к приему гостей. Напоминаю, что у нас в июне состоится грандиознейшее мероприятие в самый разгар белых ночей. В Санкт-Петербурге состоится следующая конференция. Друзья мои, как же это будет невероятно красиво. Какое же это будет фантастическое мероприятие. Мы уже сейчас готовим это мероприятие. Я вот вчера буквально смотрел зал по Питеру. Если бы вы знали, что мы будем делать в Санкт-Петербурге. Какая будет насыщенная программа и сколько будет, значит, сколько будет новостей, сюрпризов. Мы очень много готовим для вас интересных таких вот моментиков. Дальше у нас шестое место, почетное шестое место занимает Олег Николаевич Ким. Наш действующий тренер, значит, партнер. Поздравление Олегу Николаевичу с таким хорошим сильным результатом. Олег Николаевич никогда не вылетал из нашего топ-тена на стабильность, признак мастерства. Поэтому очень хорошо, что у нас есть такой директор департамента по обучению, который на своем результате показывает, что, собственно говоря, вот я профессионал. И есть же много тренеров, да, и вы знаете, кто в сетевом маркетинге работает уже много лет. Вы знаете, как много сейчас развелось тренеров. Балтологией занимаются практически сейчас все, кто заработал уже пару долларов в сетевом маркетинге, сразу начинают превращаться в бизнес-тренеров и говорят, все, давайте записывайтесь на курсы, я сейчас научу, как становиться доллары-миллионерами. Это все болтология. Вот, друзья, посмотрите на нашего тренера, да, самый лучший тренер на постсоветском пространстве и вообще, я думаю, даже самый лучший тренер в мире. И это мой учитель, который меня научил строить сетевой маркетинг профессионально. Лучше, чем этот профессионал. Я в своей жизни не знаю, поэтому я его иногда в шутку называю профессором MLM. Вот, он у нас, в принципе, имеет даже такой вид внешний, да, то есть, когда он одевает свои очки, он такой самый настоящий профессор MLM. Поэтому он занимает по праву должность, значит, образовательного департамента в нашей компании. Наш учитель, дорогой Олег Николаевич Ким. Римочка, наша, наш боевой товарищ, да, с таким небольшим еще опытом работы вообще в лидерском MLM, в ITMLM, никогда-никогда не была в этом секторе, да, и сейчас она так же, так же, как только она вошла, значит, в эти рейтинги, она, по-моему, не выпадала ни разу. Вот, поэтому, Рима, достойное твое восьмое место, поздравляю тебя с этим результатом. Шенкент, вы можете гордиться своим лидером, вы знаете, по-настоящему. Это не просто прекрасная, красивая, утонченная женщина, но это еще и прекрасный лидер, да, который знает свою работу, который за свою команду ратует, болеет, переживает, развивает, и вы в очень надежных руках. Девятое место у нас занимает Светлана Потемкина. По-моему, если мне не изменяет память, это Санкт-Петербург, да. Сейчас я, возможно, ошибаюсь, а вот, Светлана Потемкина. А Сергей Савич говорит, еще раз, Сережа, это Таллин, да, Светлана Потемкина? Уточните, пожалуйста, Светлана Потемкина. Да, вот, Сережа говорит, что это Таллин. Прошу прощения, извините, пожалуйста, Светлана, что отправил вас из прекрасного города Таллин в прекрасный город Санкт-Петербург. Не обижайтесь, мы с вами познакомимся обязательно. Поздравляю вас, у вас прекрасный наставник Сергей, прекрасная страна. Я, к сожалению, не имел возможности пока еще быть в Эстонии, но у меня есть друзья в Эстонии, в Таллине. Надеюсь, что когда-нибудь наши вот эти начинания, то, что уже девятый человек нашей компании, приведут к тому, что мы откроем Эстонию, проведем там церемонию открытия, сделаем большое красивое событие. Я с большим бы удовольствием приехал бы в ваш потрясающий город и в вашу потрясающую страну. Я думаю, что наши партнеры разделяют мое желание. Мы вообще любим путешествовать, поэтому давайте открывайте уже побыстрее Эстонию, запускайте там еще больше процессов. Мы откроем Эстонию и проведем там потрясающее событие. И, наконец, у нас есть десятое место, которое занимает госпожа Лиля Кирсанова. Подскажите мне, пожалуйста, по-моему, на сей раз это точно Санкт-Петербург, да, или нет? Отлично. Значит, Лиля Кирсанова, второй приз из этой топ-десятки уходит в Санкт-Петербург. Ну вот, видите, друзья, у нас вроде бы резиденты топ-тена одни и те же, но места меняются, появляются новые города, появляются новые страны. Это очень хорошо, это супер. Я отмечаю, что это тенденция, которая создаст конкуренцию, а конкуренция – это всегда хорошо для рынка. Друзья мои, вы, наверное, в этом списке, может быть, успели заметить, а может быть, не успели заметить. Ну, я думаю, что, наверное, заметили, потому что в этом списке нет одного постоянного члена, да, этого топ-тена, которая никогда не выходила тоже из топ-тена, занимала всегда ведущие позиции, третий чек она по итогам года, и лучший рекрутер года на 2015. Вообще она забрала чуть ли не самое большое количество Оскаров в Дубае, да, во время церемонии Оскара. Вот, значит, Марина Мурчич, которой нет сейчас в этом списке. Друзья мои, мы хотим воспользоваться этой сейчас вебинарной, значит, трансляцией, для того, чтобы вам объявить, что уже, вот, как некоторое время, несколько, там, недель назад, Марина Мурчич официально прекратила свою деятельность в нашей компании как партнер. Мы потеряли нашего партнера, Марина Мурчич больше не будет в этом рейтинге, вот, и она покинула ряды нашей сети. Вот, но у нее уважительная причина, она не покинула нашу компанию. Дело в том, что наш дорогой, значит, вице-президент Ренат Владимирович Мансуров сделал предложение нашему лидеру Марине Мурчич, вот, это было в Дубае, он воспользовался вот этим, скажем так, пребыванием в одном из самых красивых уголков нашей планеты, в самый романтический момент, когда стоил у самого большого фонтана в мире, вечером, под прекрасную музыку, он сделал предложение нашей замечательной Мариночке, поэтому, видите, вот мы Мариночку в рядах сети потеряли, зато приобрели жену, невесту, давайте так, невесту вице-президента, поэтому она по правилам нашей компании уже не может быть, значит, в сети, вот, поэтому жены административного совета не могут уже быть в сети, поэтому Марина уходит на, скажем так, статус заслуженной жены, мы ждем, кстати, даты свадьбы, вся компания ждет, я думаю, что мы все хотим погулять на вашей свадьбе и поздравить вас еще раз, вот, поэтому, да, давайте пожелаем, значит, счастья нашим, нашей молодой паре, вот, мы поздравляем Ринату, что он принял для себя такое важное решение, Ринат, я тебя очень хорошо понимаю, я знаю, что это такое, вот, сам недавно был в подобной шкуре, вот, это очень ответственный шаг, вот, серьезный, вот, поэтому, ну, держись, крепись, будет непросто, но у тебя потрясающая невеста, вот, и вы замечательная пара, поэтому теперь Марина будет заниматься всевозможными административными поручениями от компании и больше находиться в стане нашей сети не будет. Вот, вот так вот, я думаю, что от этого мы немного потеряем, потому что Марина в любом случае вместе с нами, она всегда была с нами, всегда будет вместе с нами, вот, поэтому Марина, конечно, никуда не пропадает, она будет продолжать проводить и вебинары, и выступать на мероприятиях, и быть на всех с нами, с нами на всех важных мероприятиях, и помогать и сети, и помогать и компании, то есть я думаю, что наоборот спектр ее даже обязанностей, полномочий, функций будет значительно расширен, вот, поэтому, друзья, видите, как много у нас позитивных новостей, вот, не только профессиональных, но еще и личностных. Теперь давайте перейдем к самой главной новости, да, к самой главной новости, которую я вам хочу объявить. Я думаю, что то, что я уже вам объявил, наверное, это уже достаточно для того, чтобы понять, что мы замечательно себя чувствуем, и мы движемся, наши обороты растут, мы движемся в правильном направлении, вот, но дело в том, что я понял, что некоторые все-таки не успели, да, с паками, где есть наполнение в 10 тысяч юнитов. Несмотря на то, что мы даже продлили на полторы сутки, есть значительное количество людей, которые хотели бы, чтобы все-таки, ну, вот, как-то повыкновение бы эти паки продавать бы и покупать бы, да. Вот, поэтому мы провели совещание в нашем топ-менеджменте и совместно с нашими лидерами, и что мы поняли? Мы, значит, точно не сможем вам продлить наполнение этих паков с коэффициентом 10 тысяч максимум и сколько там, 4 тысячи, да, было подарочных юнитов по мини-паку. Мы не сможем, это точно, потому что мы максимум, что смогли сделать, это продлить на полтора дня, на полторы сутки, вот, но поддержать вас и хотим объявить акцию, промо-акцию на текущий период. Для всех тех, кто покупает себе в этот период Макси Пак, получает планшет от нашей компании без кланов. подарок, и это касается не только тех, кто покупает себе Макси Пак, но и даже если вы рекрутируете два Макси Пака в первой линии, то есть это ваши личные приглашенные, то вы также получаете свой планшет-подарок от нашей компании. Вот, видите, здесь уже даже наши иконочки изображены, и ПРМ, и мессенджер. Вот, поэтому вы можете получить этот подарок не только своей личной покупкой Макси Пака, то есть достаточно купить просто Макси Пак, чтобы стать владельцем подарочного планшета от нашей компании. То есть это замечательный инструмент, который напрямую нужен вообще в вашей жизни, в вашей работе. Нам не нужно вам дарить, не знаю, там, фотоаппарат или микроволновую печь, да, стиральную машину. Вот, нам нужно вам дарить что-то полезное, что-то нужное для вашего бизнеса, что может одновременно быть и имиджевым инструментом, и технологическим инструментом. Вот, поэтому, друзья, значит, тут кто-то пишет, Наташа, поздравляем уже с подарком. Да, если вы покупаете в этом периоде со 2 февраля по 9 февраля по окончанию этого цикла, значит, себе Макси Пак, вы получаете Макси Пак, вы получаете продуктов на полки тысячи долларов, которые вы можете успешно реализовать, продать, вернуть вложенные средства, заниматься прямыми продажами IT-продуктов, да, их распространением. Вы можете часть продуктов оставить себе в пользование, да, вот, не забывайте, что сам Макси Пак напичкан продуктами, напичкан продуктами. Это наполнение, никогда вы, я думаю, не видели ни в одной компании, чтобы купить там за 100 рублей продукт, который стоит 150. Это очень хорошее продуктовое наполнение, вот. И... Значит, 9 юнитов, друзья, это тоже очень высокий коэффициент, очень высокий, потому что, поверьте мне, те, кто придет к нам в июле, очень будут сожалеть, что их не было с нами в январе, в феврале, в марте, в апреле и так далее, потому что... у них тогда будет коэффициент уже там, сколько там, 4 тысячи, вот. Поэтому, друзья, пока еще высокий коэффициент юнитов подарочных, да, в февраль месяц будет очень жаркий месяц, у нас впереди полный месяц, и мы сделаем очень большой оборот. И, вы знаете, у меня скоро день рождения, в феврале месяце, и, да, то есть обычно именинникам дарят к дню рождения какие-то подарки, а я решил, вот, ну, раз в февраль месяц, это мой месяц, месяц, когда у меня день рождения, значит, давайте я вам подарю подарок, да, то есть вы мои партнеры, и за каждый Максипак вы будете получать подарок от компании, вот, такой планшет. И если вы подпишите 2 Максипака, соответственно, вы тоже получите этот планшет. То есть либо личной покупкой, либо своей работой. Давайте неделя хорошей, интенсивной, активной работы, два Максипака в первой линии, и мы вам подарим этот планшет. Замечательный инструмент. Чуть позже мы там на днях скинем вам рассылку об условиях, подробных условиях этой акции. Ну, условия вы и так видите основные, там мы укажем, каким образом там планшеты мы будем передавать. Планшеты подарочные мы в любом случае передадим раньше марта, то есть мы в марте, у нас там уже запланирован ряд всяких мероприятий в разных городах, да, и мы где-то там в марте будем постепенно во все эти города передавать вот эти вот подарочные, значит, планшеты в наши офисы, в наши регионы. Вот Пьерро Мартино спрашивает, «Деливери ин Италии?» «Си, черто, Пьерро!» «Конечно, мы тебе его тоже доставим в Италию. Не вопрос, давайте качнем Италию». Кстати, Пьерро тоже был одним из тех, кто написал, «Рустам, а что это за начисление? Почему?» Я говорю, «Пьерро, ну, потому что мы начали продавать продукты, которые мы ждали, вот, и он говорит, и что так теперь будет всегда?» Я говорю, «Всегда, пока будет оборот, это всегда будет приходить». Он написал «Фантастику», да, вот, в общем, рады все. Ну, друзья, я надеюсь, что вы рады, да, такому подарку, вот, вот, с нашей стороны, вот, поэтому мое вам пожелание, значит, дерзайте, сделайте так, чтобы максимальное количество планшетов было отгружено именно в ваши города, в ваши офисы, в ваши регионы. Вот, у нас сейчас есть, в принципе, я закончил на этом, у нас вроде бы брифинг, да, и...